В начале выпуска цифра дня. 37 миллионов 200 тысяч. Столько квадратных метров жилья построили в России за 7 месяцев этого года. Это на 5,5% меньше, чем в 2015. Такую информацию приводит Росстат. Однако в июле темпы строительства выросли на 4%. С начала года строительные компании страны выполнили работу на сумму 2,8 трлн рублей. Время деловых новостей на канале ОТС. С последними событиями из мира экономики, финансов и бизнеса познакомлю вас я, Борис Киргенеков. Здравствуйте. Новосибирск. Ну а в какой части Новосибирска лучше всего жить семьям с детьми, выяснили специалисты портала n1.ru. Аналитики оценили дома, которые находятся не дальше километра от школы, детского сада и поликлиники. Победителем в рейтинге стал район рядом с садом Кирова. Из 296 квартир две трети находятся в шаговой доступности от детских образовательных учреждений и больниц. Это единственный район левобережья, который попал в топ-лист. Из правобережных лидирует Ключкомышинское плато. Там больше половины квартир расположены рядом с инфраструктурой для детей. Следом идут Сухой Лог, Челюскинский и Фрунзенский жилмассивы. Самое маленькое количество предложений о продаже жилья в непосредственной близости от детской инфраструктуры оказалось в микрорайонах Плющикинский, Шевченковский, Стрижи, Чистая Слобода. В выборку попали те части города, где на продаже находятся более 100 объектов. Дома в халате или в офисе в строгом костюме. Новосибирцы назвали плюсы и минусы удаленной работы. Об этом сообщают специалисты сервиса зарплата.ру, которые опросили больше 2000 жителей Новосибирска. Как выяснилось, только 6% опрошенных сейчас работают удаленно. Еще 8% периодически чередуют офисную и дистанционную работу. Две трети респондентов, которые числятся в штате, хотели бы трудиться удаленно. Основной плюс такой работы, по мнению новосибирцев, в том, что можно заниматься делом в любом удобном месте. Половина опрошенных радуются тому, что не тратят время на дорогу и денег на проезд. Для четверти респондентов удаленная работа – это возможность больше времени проводить с родными. В то же время 13% новосибирцев высказали прямо противоположную точку зрения. По их мнению, члены семьи отвлекают от важных дел. Еще половина боится быть обманутым работодателем при работе удаленно. А 8% скучает без своих коллег. Режим экономии скоро закончится. Россияне начнут меньше откладывать и больше тратить уже в следующем году. Такой прогноз дали эксперты Министерства экономического развития. В 2018 году население отойдет от сберегательной модели поведения. Причина в этом, по мнению аналитиков, в том, что начнут расти реальные доходы россиян. Соответственно, вместе с этим восстановится потребительское поведение со граждан. К концу этого года, с учетом сезонного фактора, снижение товарооборота сменится ростом. Отмечу, что по итогам июля объемы этого показателя упали на 0,1%. Это снижение оказалось минимальным впервые с начала 2015 года. Сейчас в Новосибирской метрополитене проводят масштабный ремонт старых составов. К концу года откапиталят 8 вагонов. Еще 24, еще 16 на очереди к 2019 году. Тем не менее, поток пассажиров в подземке падает. Подробнее об этом расскажет Андрей Ксензов, начальник новосибирского метрополитена. За 7 месяцев новосибирским метрополитеном перевезено 44,5 миллиона человек. Мы немножко отстаем от прошлого года. Где-то практически мы пока не довозим около полутора миллионов. Но я надеюсь все-таки на активность наших пользователей, наших горожан. Что во второй половине года, все-таки мы выйдем по крайней мере на параметры, ну хотя бы чуть меньше прошлого года. В прошлом году, я вам напомню, мы за целый год перевезли 80,5 миллионов человек. То есть где-то близкие цифры, но пока немножко, так сказать, отстаем. Мы за первое полугодие получили прибыль 36 миллионов рублей. И общих доходов от перевозки мы получили 880 миллионов рублей. И дома хорошо. Выездной турпоток из России снижается уже третий год подряд. С падением доходов и курса национальной валюты, отдых за границей для населения влетает в копеечку. В 2016 число россиян, которые на отпуск отправили из зарубежной страны, упало на 30%. Об этом сообщают специалисты Ассоциации туроператоров России. Отдельные зарубежные направления показывают рост просто у населения. К примеру, Тунис, где турпоток вырос втрое. Но эксперты отмечают, что на общее снижение поезда к заграницу сильно повлияли выпавшие массовые направления Египет и Турция. Ну а какие зарубежные страны стали самыми популярными для тех россиян, кто все же смог себе позволить отдых за границей, выяснил сервис tutu.ru. Почти две трети российских туристов предпочли покинуть родные края во время отпуска. 37% всех организованных туров пришлось на путешествия по России. Самым популярным направлением ожидаемо стал Тунис. Почти 12% всех поездок. Неудивительно, Россия стала мировым лидером по росту турпотока в эту страну. Следом идет Греция и Кипр. На них пришлось по 10,7% туристов. Соответственно, также в топ-предпочтение вошла Болгария. Российская экономика застряла на дне, считают эксперты высшей школы экономики. Восстановительного роста и его последующего ускорения в экономике в конце года не будет, считают они. Однако с ними полностью не согласен Герман Греф, глава Сбербанка. Цитата дня в деловых новостях. Несмотря на отрицательные темпы роста экономики России в первом полугодии 2016-го, мы видим некоторые признаки стабилизации в условиях роста нефтяных цен и укрепления рубля. Это позволяет прогнозировать положительную динамику волового внутреннего продукта во второй половине 2016-го года. Отмечу, что ВВП страны в июле вырос на 0,1%. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин